Я начну, наверное, с такой самой обсуждаемой темы на этой неделе, да? Содрака. Странно было бы, если бы мы про это с тобой не поговорили. Это точно. Почему, на твой взгляд, вообще дело дошло до суда и ареста? То есть, наверное, еще неделю назад в это кто-то верил, что так может произойти? Нет, неделю назад... Нет, то, что до суда дойдет, как будто думали, но я лично не думал, что ему дадут сутки. Я был уверен, что ему дадут штраф, потому что это первый раз, когда он привлекается, он не нарушал закон, он такой непослушный гражданин. И у нас, вроде бы, в нашей системе всегда за первое право нарушения дают самую легкую степень. То есть, если можно отделаться штрафом, то человек обычно отделается штрафом. Сутки дают, когда есть какое-то отягощающее еще обстоятельство. Поэтому для меня было, конечно, шоком, что ему дадут сутки. Почему вообще это дело существует, а оно дошло до суда? Я для себя пока не ответил на вопрос, зачем это нужно там кому-то наверху. Но пока я четко понимаю, что это какая-то спланированная акция с инфоповодами вокруг, и где инфоповодом главным считается притеснение русских. То есть, есть какая-то повестка где-то вот в нашем информационном агентстве, которое контролирует все наши телеканалы. Но, как я это вижу, что где-то есть повестка, что вот притеснение русских, с этим надо бороться, что это классный информационный повод, на который все реагируют. И, я не знаю, этот воритет повышается, как будто так. И вот что история с Хованским, она как будто была отложена. То есть, мы знаем, что Хованский этот ролик выложил черт знает когда, его еще тогда вызывали в прокуратуру, но всю шумиху и арест, и вот это все сделали вот именно сейчас. И также с Идраком. Этот ролик полгода уже лежит в интернете, но именно сейчас почему-то понадобились эти информационные поводы, вот как, значит, наше правительство защищает нас, русских. Я думаю, что это связано с нашей, ну, как бы глобальной повесткой за закручиванием этих тагаек, да, правильно? То есть, ну, то есть, Беларусь и Туркменистан рядом со своими безумными законами уже пугают и остиняют, как будто на фоне Беларуси и Туркменистана у нас вообще свободная страна. То есть, Идрак, он как бы рандомно под это угодил? Я думаю, что нужна была определенная вот такая повестка, а он просто что-то вот, да, случайно вот это вот сказал. То есть, за него бы не цеплялись, если бы это не было нужно. Ну, у него административка, про эту административку рассказали по второму каналу, в семичасовых новостях. Когда ты последний раз, я когда ребенком был, ни про одну административку не рассказывали по новостям. Там всегда мокруха какая-то, кто-то украл где-то, кого-то похитили. Но чтобы про административку, это, я не знаю, на каком-то местном телевидении только максимум может рассказать, могут рассказать. А это по центральным каналам было показано. Поэтому для меня все вот эти события все-таки встают в некую цепочку, понятную, закручивание гаек к публичным выступлениям. Вот и все. У нас должна быть прилизанная страна, где нет проблем. Вот к чему мы, кажется, стремимся. А мы со своими выслениями проблем только мешаем. Конечно, они с журналистами давно разбираются, уже годами. И вроде как и приструнили. И, я не знаю, уже журналистики как таковой не осталось в этой стране. И вот сейчас я думаю, что да. Да, у нас до комиков, у нас как условно, не знаю, нежелательные элементы. Мы, может быть, у них как-то так числимся. А как они будут делать так, чтобы мы говорили им то, что нужно, я не знаю. Я вот слышал, что в Беларуси, в стендап-холле, или как, ну вот их главный стендап-луб в Минске, там за месяц сдаются теперь не только афиши, но и тексты монологов, тексты выступлений за месяц сдаются куда-то в Министерство культуры. И по-другому это мероприятие не поставишь. Не знаю, есть у вас какая-то информация по этому поводу? Про такое я не слышал. Ну вот у нас в Москве такой слух ходит. Надо у Нарышкина спросить. Интересно очень. Ну, насколько я знаю, что в Китае так и убили. И как будто бы, как будто бы, ну вот еще несколько таких информационных поводов, где комик со сцены что-то ужасное говорит. И все, и вводят этот закон. Приравнивают и говорят как-то, не знаю, тексты спектаклей. Все, мы должны утверждать. Спектакли у нас похабные, с матом идут неправильно. Дети выходят на сцену матерятся. Неправильно. Как будто бы со всем этим, с их стороны будет резонно бороться просто ужесточением мер. Вот такие мысли. Изначально как бы этот эпизод с драком в разгонах, он же кого-то конкретного не устроил. И он написал заявление. То есть есть какой-то нулевой оскорбленный человек или как? По-моему, нет. Потому что, как я понимаю, я буду это узнавать, но я завтра, обещал в подкаст прийти адвоката Драка. Он же адвокат от Голунова. Он Голунова защищал. Это вообще удивительно, что есть какой-то дел, который выиграли. Так вот, я уточню у него этот момент, но я не понял, это и Дракон Резальд против Российской Федерации отсутствует. И толчком ко всему этому все-таки послужил, на мой взгляд, Соловьев. Потому что лежало это, я лежал на канале. Было там два-три каких-то недовольных комментария. В целом выпуск был также за лайком, как и все остальные выпуски. И об этом инциденте никто не вспоминал. Но, когда Соловьев 15 минут со словами «тварь, мразь» и всякие вот такие вещи все это озвучивал в своем эфире, естественно, набежали хранители скреп. Двое собрались. Ну, конечно. Один Навольненок Долгополов, потерявшийся, и вторую, которую русский говном обмазывается. Ну, ясно. Вы можете загуглить здесь ВКонтакте. Группа «Только уличные драки» вместо 180 тысяч подписчиков. Как мне показалось, там очень большое количество ботов. Возможно, там некоторые комментарии даже пишут нейросеть. Но это просто рассадник расизма, сексизма, шовинизма. Ну, короче, это ужасно. Там ненавидят женщин. Там снимают, в общем, докапываются до женщин, которые, предположим, идут с ребенком или мужчиной другой национальности. Очень неприятно. То есть прям вступают в конфликты. Драки. И все комментаторы, даже вот так вот, админ пишет пост в этой группе, самый популярный, типа, про драки. И он пишет его изначально с жестким отношением к кавказцам. То есть он в названии поста, то есть он выкладывает видео. На этом видео даже, может быть, не быть кавказцев. Там могут быть какие-то колумбийцы дерутся. Но админ пишет так, что, значит, кавказцы плохие, и вот они получили по заслугам. И хочешь или не хочешь, если ты подписан на эту группу, во-первых, ты тогда человек, который, знаешь, такой драки, вот это, вот это, ты помимо того, что... Ну, короче, я могу представить себе 14-летнего парня, который только записался на бокс, который первый раз, один раз в жизни ему там дали по шее. Он такой, блин, я теперь буду качаться, и начал смотреть драки, чтобы себя защитить. Могу себе представить такого 14-летнего парня без каких-то там жестких радикальных позиций. Так вот, спустя год или полгода пребывания в этой группе, из-за того, как сформулированы эти посты, они ежедневно несколько раз. У него, хочешь, не хочешь, мне кажется, фоновым капает вот эта вот ненависть. Просто, пусть она даже не кристаллизуется в конкретном ненависти кавказцам, если он адекватный человек и может как-то фильтровать информацию. Но это просто вот поток негативной энергии. И вот представь, это 180 тысяч вот таких вот людей, которые смотрят эти драки и читают про то, какие кавказцы плохие люди. И там поэтапно, прям вот смотри, там сначала вырезали этот кусок драка, вставили его туда. Типа-то, вот смотрите, как отвратительно он у нас высказывается. Через день 15-минутное видео Соловьева. Потом завели дело. То есть все пункты, которые были в инфоковестке, постились в этой группе. Все, что, вся информация, которая была. То есть они держали в курсе события конкретно этих людей. Я не знаю, сколько таких групп, я не знаю, на какие я еще не наткнулся, я не знаю, какие еще тематики есть помимо драк в этих группах. Но, по мне, так это абсолютно спланированная и понятная история. Лет 5-6 назад они взяли из интернета социальные сети, поняли, что им нужны свои боты, свои люди, которые тоже высказывают мнение. И вот, условно, во что это вылилось. Контролируем мы вот эту массу, условно, людей, которыми управляет страх и ненависть. Вот как мне кажется. Но самое забавное, что в этой группе, так как эта группа еще и женоненавистническая, где-то год назад, я очень далеко отмотал, выложили случай, где и драк с женщиной у него была схватка, она пиво на него вылила. Видел это видео? Вот это видео с Эдраком выложили как с подписью «Круто он уделал эту бабу, поставил ее на место». А уже через полгода он стал врагом этой группы. Вообще, в теории существует такая шутка, за которую справедливо кого-то лишить свободы. Смотри, здесь же большая грань. То есть, это тонкая грань, которую, мне кажется, уже многие поколения комиков обсуждали. То есть, Рики Жервейс, например, говорит, что нет запретных тем для шуток, есть несмешные шутки. И я в свое время очень как-то вот эту мысль принял и понял. Проблема в том, что человек, шутивший, может, во-первых, реально плохо пошутить и не пошутить вообще, а сказать просто гадость. Понимаешь, такое бывает в обычной жизни. Есть люди с таким чувством юмора. А еще эту шутку может услышать человек неподготовленный, который не понимает, опять же, контекста и иронии. И тоже ее воспримет серьезно. Здесь есть некая грань. Мне кажется, нам нужно понимать комикам, осознавать ответственность за слова, которые ты говоришь. По мне, шутка должна ковырять, но не должна задевать. Я не знаю, это тонкая грань. Сажать в тюрьму, наверное, нет. Я не могу представить ни одну шутку, за которую нужно, наверное, посадить человека в тюрьму. Это сложный этический вопрос. Это сложный этический вопрос. Мне кажется, разбираться нужно в каждом конкретном случае. Нельзя все под одну гребенку. То есть, если есть обиженный, то обиженный имеет право как минимум поговорить с обидчиком. А обидчик имеет право донести ему свою позицию. Может быть, какие-то такие вопросы можно решать в суде. Типа, например, я обиженный, и я могу потребовать денег за свою обиду, своей честь. Вот это я могу себе представить. И тогда суд будет решать, насколько твоя честь обижена, насколько пострадал твой бюджет. Но если я обижен и хочу, чтобы этот человек отсидел в тюрьме и его решили свободу, то мне кажется, это абсолютно неравный бой вообще. Так что я не знаю ни одну шутку, я не слышал ни одну шутку, именно шутку, которая была сказана комиком как шутка. За которую я бы кого-то когда-либо посадил в тюрьму. А в каких условиях Идрак сейчас находится? Что-то известно про это? С кем он? Идрак находится в спецприемнике. У него в камере шесть человек. Мы можем ему передавать печеньки, пряники, водичку, мармеладки. Раз в два дня ездим, передаем. На 10 дней у него 30 килограмм посылок всего есть, это максимум. Поэтому нельзя привезти ему сразу 30 килограммов, иначе потом ему будет нечего есть. На входе были приятные две женщины. Выглядит как классическое муниципальное учреждение. Насколько мы знаем, с ним сидят нормальные ребята, как он сказал. Вроде все спокойно. Чай пьет, ест печеньки. Больше узнаем, наверное, когда он выйдет. Реакция в стендап комьюнити, в ютуб комьюнити достаточной была, на твой взгляд? Я не могу понять, что такое достаточное. То есть, понимаешь, знаешь, в чем проблема? Все понимают, что какая бы ни была реакция, проблему глобально не решить нашими постами в Инстаграме. Резонанса среди комиков, на мой взгляд, было столько, сколько вот, ну, ни больше, ни меньше. Нас вчера около здания суда порядка ста человек было. Я, ну, во всяком случае, моя лента только и пестрит, что Инстаграме, и драком. То есть, все комики постят в сторис, перепощивают друг друга. То есть, мы это информационный повод, как-то держим на плову. И все-таки, вот, глобально, мне кажется, основная проблема в том, что люди понимают, что мы сейчас своими постами в Инстаграме просто, грубо говоря, совесть свою очищаем перед этим драком. Мы не решаем проблему. Она не решится. Нас в этом плане, ну, никто не слушает. Гайки уже закручены настолько сильно. Колома из Белоруссии, Виталий Коломийцев, он сказал, точка невозврата уже пройдена, ребят. И я, ну, я действительно так считаю, что просто реакция, которая была, она достаточная для того, чтобы и драк почувствовал, что, во-первых, он не один из друзей, и чтобы, когда он вышел, он понял, что на самом деле адекватные люди его понимают и не винят. Скорее вот для этого. А что-то поменять, открутить гайки видосиками, я боюсь, не получится. А стих Слепакова тебе понравился? Про и драк есть какой-то новый стих? Да, он вчера вечером написал. Нет, я не видел, блин, к сожалению. Очень хотел бы послушать. Он в защиту или нет? Ну вот я не разобрался. То есть он такой, как обычно, на два стула, мне кажется. Ну, то есть он и тех, и тех, да? Ну, посмотри. Нет, я, к сожалению, не видел стих, мне интересно. А если абстрагироваться, да, от наказания, там, не драматизировать, вся эта история и драку не пойдет в краткосрочной перспективе, как минимум, на пользу? Куда пойду? На пользу? На пользу, да. Ну, то есть наверняка его ближайшие концерты будут солд-ауты, нет? Я, да. Слушай, ну, во-первых, начнем с того, что и драк и так был хорошим комиком, у него так не было проблемы с тем, чтобы забить зал. Да, сейчас у него точно уровень популярности подрастет, мне кажется. Плюс, как я, например, постил себя в Инстаграме, мне кажется, и драк становится Лене Брюсом. Это тем, кем хотел стать Долгополов, но как будто не дожал. То есть это острый социальный комик, который не боится и посидеть. Это очень круто. Я считаю, что для его коллеги. То есть он, ну, как, увековечивает себя в, знаешь, вот в стендап-движении, да, теми действиями, которые происходят. Это очень трушно. Он интеллигентный, прекрасный человек. Я думаю, все это видят. Ему играет на руку то, что те, в кого он пытался задеть, у них бомбит. Ну, по сути, в них он ударил, в ксенофобов, которые такие, ага, да как ты смеешь, понаехал. И я не знаю, для меня, да, для меня его значимость, его ценность как комика выросла еще больше. Да, я думаю, что глобально его карьере это, наверное, только в плюс. Просто если ввести имя и драка в гугле, да, и посмотреть там по каким-то самым популярным ссылкам, то там будет история сейчас про матрас, суд и арест, про женщину с бокалом и пивом, про выступление на Урганте, где он вроде сделал политическое заявление, но не делал политического заявления. Вот за всем этим он не теряется как комик? Нет, за всем этим, мне кажется, рисуется персонаж, который не согласен, который не готов молчать. Мне кажется, это очень круто характеризует его. Ну, это его уникальность. То есть комиков много, и мы каждый пытаемся выделиться чем-то, запомниться. И у и драка это получается, видишь, даже особо не прилагая никаких усилий. Просто так получается. Поэтому нет, я не думаю, что это навредит. Люди, наоборот, как будто бы любят дерзость, особенно в комедии. Они за этим идут. Я думаю, что у и драка будет столько отличным в этом плане. А сейчас, не знаю, остальные, за остальных, может, ты не можешь говорить, за себя. Ты будешь дважды думать перед тем, как выступить с какой-то шуткой? Или, например, на монтаже передачи какой-то? Вы будете дважды отсматривать, пускаем мы это или не пускаем? Некий фильтр в любом случае уже существует у нас. Понимаешь? Я не знаю, будет ли... Ну, наверное, на тему разжигания межнациональной ненависти мы пересмотрим момент еще раз. Объясню тебе, как я... Я, опять же, это завтра хочу спросить у себя в подкасте с адвокатом. Но, как я понял, глобально проблема в том, что и драк не сказал слово «эти» в нужный момент. Фраза, до которой докопались, звучала вот так. «Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать». Это фраза, которая, собственно, из-за которой весь судьбор. Дело в том, что в этот момент он говорил о тех русских, которые спускались по лестнице и несли грязный матрас. О конкретных русских. Конкретно. И если бы он в эту фразу добавил слово «эти», прикинь, «видимо, эти русские обмазываются говном и ложатся спать», то, как я понимаю, невозможно было бы до него докопаться, потому что он оскорбил конкретно этих ребят, конкретно, которые шли с грязным матрасом. Это не оскорбление нации, никакой не группы людей по национальному признаку. Это просто рассказ истории. Где русские – это всего лишь описание персонажа. Понимаешь, характеристика одного из героев. То есть пока не поднялась шумиха, то есть никто ни во время съемок, ни на монтаже, ничего не думал, что такое могло бы вылиться во что-то вообще? Ну нет, ну на монтаже было что-то такое. Потом, нет, после выпуска, опять же говорю, было несколько недовольных комментариев относительно Драка. Но в каждом выпуске по поводу каждого комика есть несколько недовольных комментариев. Ты знаешь, что каждый комик в разгонах самый не смешной? И еще каждый комик в разгонах самый смешной. Ты можешь про любого найти комментарий, «Боже, это самый не смешной», и про любого найти, «Это мой любимый, самый смешной комик». Поэтому мы как бы относились к этому как, ну окей, ну есть комментарии. Вот те, кто не любит Драка, докопались до этого. Ничего страшного. Невозможно всем понравиться. Но глобально ничего такого не было. То есть опять же, после того, как выложили конкретно этот ролик, Драка не поступала никаких угроз. То есть выложили и выложили. Ну написали в комментариях, что и Драк, и Драк, и все. Давай к хорошим темам, к добрым. Я подписался на стендап-клуб номер один на Ютубе, когда там было 1080, мне кажется. Ух ты. Так. Сейчас я вчера зашел проверить, сколько там. Там почти миллион подписчиков. Я в шоке немножко был. Ну и судя по всему, если так разложить это на месяца, это не был какой-то медленный рост, это были какие-то всплески у вас, правильно? Я понимаю. Нет, это был медленный рост. Нет? Мне кажется, ну то есть были какие-то, может быть, конкретные шоу, конкретные выпуски, после которых... Нет, прикинь, медленный рост, реально. Ну не знаю, типа прожарка гнойного. Но это не такие всплески, которые добавляют там 200-300 тысяч и выводят нас на какой-то новый уровень. Это просто немножечко буст к уже существующему медленному росту. А если говорить про конкретных комиков, то не знаю, как ты считаешь, мне кажется, за последний год-два самый большой скачок популярности с Сергеем Орловым произошел. Есть такое. Ну, слушай, давай так. Долгополов выстрелил раньше Орлова и тоже неплохо стрельнул. И сейчас вот Саша Малой тоже котируется неплохо. Ну да, ну давай так, давай так. А Серега мощно стрельнул, плюс он еще... Мне как-то казалось, Долгополов он раньше стрельнул. То есть он в пора разбираться был звездой уже, нет? Долгополов? Да. Да, да, я про это и говорю. Первым стрельнул Голгополов. Я про последних вот, как бы последний, кто стал звездой у вас. На кого ты ставишь дальше? Кто, на твой взгляд, выстрелил? Не, ну видишь, если ты не считаешь, что выстрелил Малой, то я считаю, что следующим выстрелит Малой. А плюс и драк сейчас будет у Дудя. Мне кажется, сейчас он выйдет, отсидит пару месяцев, будет у Дудя. Мне кажется, планомерно. Ты знаешь, что вот... Ну, у Малого своя аудитория набирается, у Идрака своя набирается. Те, кто созревают, на них начинают ходить как бы люди больше. Мне кажется, вот так. Ты этих ребят всех знаешь как бы с их... С самого начала, да? Ты в самом начале уже мог определить, вот эти будут звездами, вот у этих все получится, если да, и зайдут далеко. Или были те ребята, на которых ты вообще не ставил, а в итоге они тебя удивили? Не, ну, конкретно про которых мы говорили, я всегда понимал, что это люди, типа, классные, талантливые ребята с определенной своей уникальной фишкой, которая очень ценна и зайдет к людям. То есть, конкретно про этих ребят я понимал. У меня обратное было. Я решил, что я больше ни на ком... Типа, не то, что не ставлю крест. У меня был пример, когда я смотрел на чувака, который регулярно ходил на открытые микрофоны, и я смотрел на него такой, боже мой, зачем ты делаешь себе так больно? Зачем ты зрителям делаешь так больно? Зачем ты тратишь свое время? Это прям, ну, типа, тяжело было смотреть. Чувак, два года, годами. Он был очень регулярный, он был очень работоспособный. Он много писал, ну, на мой взгляд, тогда полной хуйни, которая вообще не заходила, люди на него смотрели странно. И все, просто прошло пять лет, у него появилась классная 15-минутка. А если я не ошибаюсь, он снялся на ТНТ. И мне стыдно за те мысли, честно говоря, что я думал о нем вначале. Получается, что действительно желание, работоспособность стоят на первом месте. То есть все вот так вот, особенно хохмачи из компаний, ведь которые разъебывают в реальной жизни, они не выдерживают как будто конкуренции потом в стендапе. Ну, им сложнее идти, чем вот этим вот задротом. Не то, что... Блин, я кучу неправильных слов сказал. Хохмачам сложнее переживать не смешные выступления или еще что-то. Им как-то сложнее развиваться. А ребятам вот таким рабочим, трудоспособным, они просто идут вперед вот с этим мачете по джунглям и вырубают себе путь, и все. И рано или поздно, знаешь, находят свой лучик славы. А сейчас на канале выходит 4 проекта, мне кажется, если я правильно все посчитал. Будут новые какие-то проекты еще? Слушай, ну мы вот планируем уже немножечко, прям чуть ли не как телевизор делать. Мы хотим, может быть, запускать несколько пилотов, смотреть реакцию и продолжать следующий. То есть, возможно, сейчас будем больше контента нового выдавать, чем до этого было. Опять же, сейчас будет миллион, уже есть интеграции, такие стабильные, понятные. Можно уже все это делать на рельсах, а не на энтуизиазм. Мне кажется, во времена «Пора разбираться» было больше всего. Нет? Или я путаю? Больше проектов? Ну как-то больше видосов, может быть, не проектов даже. Да нет, на кого-то скетчи выходили просто чаще. Скетчи – это как будто, знаешь, что-то уникальное, что-то типа что-нибудь, что-нибудь повторяющееся. Ну да, там что-то «Вечер судного дня», шоу «История», что-то такое было. Женский взгляд был. Женский взгляд был. Ну сейчас на разговор на третьем канале, сейчас «Энтропия» есть на третьем канале. На самом деле есть еще план действительно создавать больше каналов, потому что это создает некую вселенную на Ютубе, где человека, если он в эту вселенную попал, то его уже бросают прямо из рекомендации в рекомендации. Поэтому на самом деле, ну вот с годами поняли, что нужно диверсифицировать зрителей, как-то разбивать… Хуйню сказал. Нужно зрителей, чтобы были разные каналы, чтобы один и тот же человек мог на тебя подписаться условно три раза. А Диму Билана не увидим в проектах «Стендап-клуб номер один»? Ой, не знаю. Когда-нибудь, может быть. Но пока я ни на что не договорился. А куда его можно? Где у нас есть обычные люди? Ну, самый умный комик нельзя разве его? Ну, он же не комик. Там же Гудков сидит еще. Не-не-не, он не комик. Самый умный певец, если бы был. Можно было бы. Ну, может, в будущем будут какие-то проекты. Ну, бы вечер-вечер, вечер-вечер бы точно его позвал. Это было смешно, кстати. Очень неожиданно и смешно. Всем привет. У меня 20 июля в «Стендап-клубе». Блядь! Билан, блядь! Что опять-то? Запорол мне, блядь, рекламу. Да вы с ним как-то знакомы или просто так? Слушай, нет. Мы были на дне рождения. Я был на дне рождения. Это был такой статный, пафосный, крутой, клевый такой день рождения. И там был Билан. И я весь вечер снимал разные видосы. Например, что я режу сосиску. У меня сосиска с тарелки улетает. И я такой, блядь! Поднимаю камеру. Билан, блядь! Ну, или там, знаешь, споткнулся, еще что-то. Короче, я маленькие всякие дурацкие мелочи снимал. Но все разы, что я поднимал на него камеру, он был со спины. И было непонятно, что это Билан. Потом я подошел к мениннице, спросил, я говорю, а как он вообще? Она такая, да он вообще классный, классный чувак. Просто подойди да спроси. И я действительно уже такой пьяненький. Подошел и такой, слушай, я вот комик, занимаюсь такой-то историей. Придумал вот такую херню. И самое смешное, что когда я ему рассказывал сценарий, он на ходу добивал. То есть он понимал, где будет точка, какая точка. Он такой, да, 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 я пробил, пробил. Да, давай сделаем. И все, он очень на изи, легко, быстро согласился. Мы что-то сняли, полгорали, руки пожали и разошлись. Ну вот, а ты, говоришь, не комик. Ну, не выступает же. Так ты, Соловьев, тоже комик. Про разгон еще немножко. Мы из Латвии, да, поэтому мой такой взгляд, как бы, я знаю вас только по YouTube. К нам вы редко приезжаете. Я когда смотрю разгоны, практически в каждом выпуске есть комик, которого я впервые в жизни вижу. Сколько их вообще в Москве, когда они закончатся? Я хуй знаю. Сотни. Сотни. Нет, ну это действительно, ну, просто растет индустрия. Много молодых комиков, которые действительно... То есть, опять же, видишь, то, о чем я говорил, что на самом деле 15 минут хорошие, как будто при достаточном желании может написать любой человек. Вот так вот. Если он будет спрашивать мнение окружающих его людей, даже не просто друзей, просто окружающих его людей, если он будет адекватно воспринимать реакцию... Блин, я, кстати, понял, удивился, что, по-моему, есть люди, которые не понимают, как на них реагируют зрители. Я столкнулся как будто с такими людьми, которые выступают в тишину, выходят со сцены, и они думают, что они разъебали. И этот человек искренне это думает. И когда ты ему говоришь, блин, так тоже не смеялся, он прям такой... Он начинает обижаться. Это очень странная история, но такое как будто бы тоже бывает. Так вот, 15 минут можешь написать каждый. А вопрос первый какой был? Блин, я сам забыл. Когда комики закончатся, да. А, комики когда-то закончатся? Не знаю. Не, пока желающие не закончатся. Просто иногда бывает, я вижу впервые там комика какого-то, мне понравилось, я хочу там загуглить, в Ютубе поискать еще что-то с ним, и больше ничего нет, кроме этих разгонов. Потому что вот это начало, некий буст, понимаешь? Ну, то есть, скорее всего, у него есть видос на ТНТ, но ты не можешь его накопать, потому что он на Рутубе, и ты не будешь смотреть эту ебучую рекламу. Вот, ну, то есть, это могут быть либо реально ТНТ-шные комики молодые, либо наши ребята, которые сейчас снимутся в разгонах, через месяц у них выйдет там в стендап-комиках несколько видосов. И вот так вот потихонечку. То есть, скорее, да, это может быть первым шоу для молодого, интересного комика. А Саша Долгополов как-то связан еще с клубом? Ментально. То есть, он ушел в себя? Слушай, ну, я это вижу, к сожалению, так. Я очень не на подкастах его жду, и какие-то вот такие моменты, например, там, по и драку сейчас с ним связываюсь. Невозможно установить контакт. Мне сложно установить контакт, даже при том, что у меня никогда с ним ни разу не ссорился, у меня не было никаких конфликтов. У нас, правда, никогда не было там суперблизкого, дружеского общения. Но как будто уважительное, доверительное было всегда. Не знаю, я за Санька прям вот не скажу. Кто ваш главный конкурент на YouTube? Или вы такими понятиями не меряетесь? Это, наверное, Label.com, очевидно. Ну и, опять же, и их вселенная каналов. То есть, аутсайд стендап, лейбор смарт, это вот как раз и это их вселенная. Условно, наша вселенная — это стендап-клуб номер один, третий канал, главные герои, Сергей Орлов, Бухарок Лайф. Вот это наша вселенная. Там пять каналов, на которых выходит, как бы, условно, клубовский контент. А их вселенная — Label Smart, что там, Label.com, аутсайд стендап и, видимо, еще какие-то, наверное, есть вещи. Причем они у вас появляются, насколько я понимаю, в вашей вселенной, а вы там реже? Да, стараемся. А это как-то вы принципиально туда не хотите ходить? Слушай, на начало это было, когда они залетали на YouTube. Мы же только-только начали подниматься. Мы только начали... Купили камеры за свои денежки. Чуваков взяли на зарплату. Вот мы только-только, у нас пора разбираться, дало какие-то первые просмотры. И тут появляется Label.com с телевизионными бюджетами, с телевизионными продакшенами и с телевизионными ТНТ-шными лицами, так сказать. Естественно, это сильно... Ну, это такой серьезный игрок на рынке. С ним нельзя не мириться. А их успех не подтягивает зрителей к вам? То есть я посмотрел, не знаю, что... Я думаю, да. Я думаю, подтягивает. Я думаю, частично да. Я думаю, часть людей, которые копают, она докапывает до нас в итоге. То есть они своей рекламой привлекают какого-то зрителя. Он, да, на них подписывается. А потом YouTube еще и нас подсовывает. И он и нас еще на всякий случай смотрит. И бывают все, наверное, кто остается. Я думаю, да. Я думаю, что это все вместе работает. Так же, как и когда открылся стендап-стор, я думал, что у нас сейчас просядут продажи. А через месяц после открытия стендап-стора у нас в два раза больше билетов начало продаваться. А когда... А Блицкриг вышел после самого умного комика, правильно? Слушай, насколько я понимаю, там очень параллельно все было. Насколько я помню... Там очень рядышком, но я не помню, кто первый. По-моему, вы были первыми. Вот я тебе не скажу сейчас точно. Я помню, что я знал... Настолько это, видишь, неважно, непринципиально стало. Но я помню, что когда мы выпускали уже самый умный комик, или выпустили, он уже был. Но я не знаю. Для меня все равно самый умный комик сильно выигрывает у Блицкрига. Ну, я не знаю. Может быть, это какое-то мое субъективное мнение. Но, по мне, если в формате интеллектуально-юмористического шоу, то Блицкриг, вот он какой-то... Это... Ближе к деревне дураков, как будто, чем к Юарию английскому. А ты бы хотел, чтобы у вас на канале появилось до что-то такое, как что было дальше? Раньше, чем у них? Да нет. Нет, у меня нет вообще бомбежа по поводу каких-то форматов. Форматов миллиард. Форматов бесконечное количество. Просто надо придумать лучше, вот и все. И со временем он придумается. Тем более... Слушай, ну ничто не вечно. Ничто не вечно. И сейчас уже даже самые преданные фанаты, которые раньше смотрели ЧБД, вот так... А-а-а-а, каждый новый выпуск катали серию. Ну, они такие, ну не знают, что у меня уже одинаково все. Понимаешь? Надо всегда будет удивлять зрителя. И... Игра закончена только тогда, когда ты перестаешь играть. Ну, я не знаю, сколько лет выходит Поле чудес, и игра продолжается. Вот именно. Я поэтому и говорю, Поле чудес выходит. Игра идет. Он играет. Все здорово. Но... Ты имеешь в виду, что ЧБД будет миллиард лет идти? ЧБД может быть нет, но... Нет. Смотри. Очень простое. Поле чудес, реально бесконечный формат. Приходят обычные люди. Обычные. Это очень важный момент. Любой человек, зритель, может написать письмо и прийти сюда, принести свои огурцы и выступить. Количество участников бесконечно. Количество участников 144 миллиона. Плюс друзья из соседних стран, которые говорят на английском. 200 миллионов человек чисто теоретически могут принять участие в этом выпуске. Это значит, делим на два, 66 миллионов выпусков можно сделать чисто теоретически. И каждый раз будет новый персонаж. Якубович отлично справляется со своей задачей. На него прекрасно смотреть. Он такой стабильный ведущий. Формат может работать бесконечно. В ЧБД завязано на звездах, которые туда идут. Есть звезды, которым любой хайп нужен, и они пойдут куда угодно ради просмотра. Над ними и так интересно стебаться, потому что они и так уже зашквар какой-то, скорее всего. А есть звезды клевые, крутые, которые занимаются делом, не знаю, условно, Агутин. Я не могу представить Агутина, что было дальше. Понимаешь? Потому что у него есть какие-то другие мощные заслуги. А таких как Шура, их просто не так много. Поэтому рано или поздно гости либо станут уже не настолько интересными, и чувакам от этого будет не так интересно. Короче, у этого всего есть срок годности, на мой взгляд. Зависти не испытывают. Точно вот так вот. Респектую, респектую ребятам за то, что клевый такой проект и с таким большим количеством просмотров на Ютубе смогли реализовать. Смотрю ли я его? Не прям смотрю. Смотрел с ботрухой. Нравится ли мне смотреть, когда унижают, скорбляют людей? Не очень. Мы придумаем свое, что было дальше. Оно будет совсем не похоже на что было дальше. Оно будет вообще никак не связано ни с историей, ни с звездами. Может быть, с этим вам, да, звезд не хватает для полноты какого-то успеха? А вот этот момент, кстати, хочешь, давай обсудим. Я просто очень любил «Вечер-вечер» и вот этот «Новогодний огонек», где премьер-министр, где кто там был. Вот это один из моих любимых вообще выпусков на канале. «Новогодний огонек» классный. «Вечер-вечер» великолепно. «Вечер-вечер» как раз тонкое, что было дальше. Ну да ладно. Мы на самом деле наоборот. Если посмотришь, вот, например, пора разбираться первым. Вообще вот канал с самого начала. Там нету ни одной звезды звезды с телека, там нету ни одной ютубовской звезды. И это некая наша позиция как канала, что мы хотели бы брать, привлекать людей к качествам юмора и самим юмором, чтобы люди не приходили на наш канал «О, потому что тут поперечный». И вот они пришли на выпуск, когда есть поперечный, потом остались и начали хейтить все остальное, что не без поперечного. Понимаешь? Нам, мы не хотели привлекать фанатов уже существующих инфлюенсеров, потому что эта аудитория, она не твоя, она чужая, а мы хотели сбивать аудиторию реально людей, которые могли бы звездами делать наших ребят. И в этом подходе, если бы мы постоянно звали кого-то, за счет кого мы делали бы себе просмотры, то мы бы сами, как канал или просто как группа артистов, мы бы свою ценность теряли, на мой взгляд. Скажи, у меня ответ на такой вопрос еще, это проблема Риги или нет, или в России тоже это есть? Условно, если у нас будет в одном клубе в один вечер концерт, не знаю, кого-то из ТНТ, Стаса Старовойтова, например, а параллельно в другом клубе будут выступать и Драк, Чапарян и Орлов, то на Старовойтова придет больше людей. Ну, хорошо. Да, это так. То есть в России тоже так происходит? Просто, ну... Ну да, нет, я не знаю. В Латвии позиции телека очень сильны до сих пор, вот про что я. Если ты на ТНТ, то ты как будто бы сразу звезда и на ТНТ. Слушай, ну нет, это по всей России так. Я думаю, это по всей России так. Абсолютно точно. Ну, то есть в любой другой город приедешь, позиция ТНТ будет сильнее, чем позиция Европы. Нету... Ну, пока так. Я думаю, с этим... Ну, что, ничего не поделаешь. Просто люди больше смотрят телевизор, у телевизора больше возможностей, там огромные деньги, там крутят это несколько раз, там есть повторы, бла-бла-бла. Блин, я 7 лет назад у Пашонкина 49 рублей на чизбургер стрелял. Ну, то есть, это тот путь, к которому мы сейчас пришли, то, что мы сейчас имеем, на самом деле, это очень хорошо. И когда нас сравнивают с телеком, с людьми, где, ну, там, я не знаю, один съемочный день стоит какие-то миллионы рублей, потом монтирует этот мужик, который монтирует, вот так вот, слепой мужик, который вот так вот на компьютере собирает эти проекты постоянно. Ну, невозможно сравнивать, мне кажется, эти вещи. И даже если вы нас в один ряд ставите, для нас это уже заебись как будто бы. В конце про твой подкаст немножко хотел поговорить. Там 220 выпусков, по-моему, что-то типа того. И большинство из них с комиками. Откуда ты находишь темы разговаривать с комиками столько? У нас на канале меньше гораздо выпусков, еще меньше с комиками, но даже я иногда, готовясь к комику, ловлю себя на мысли, что, блин, это я уже спрашиваю. Прошу узнать, что спросить. Да. Слушай, ну, проблема в том, что, наверное, у меня здесь страдает качество, потому что у меня не каждый выпуск идеальный, или каждый выпуск, под которым я бы прямо отгордился. Есть выпуски, где я туплю, мы вместе с комиком тупим. В основном, я туплю. и это связано, конечно же, с тем, что 220 выпусков, это сколько часов, 700 часов подкастов, сложно не повторяться, во-первых, сложно все время новые интересные мысли формулировать. Но я, вот так вот, я сейчас уже пришел к тому, что если комик ко мне идет, то из тех, и если он у меня уже был, то если раньше я его мог просто позвать, что, пойдем завтра, прикалываемся, запишем подкаст, то теперь я либо сам формирую какую-то повестку, либо от комика прошу какой-то информационный повод, либо что-то еще, понимаешь, то есть мне, мы заранее уже намечаем по поводу чего будем говорить. Вот, например, в последнее время вот я сделал с Пушкиным про Карлина, с Элегеем про Сикея, то есть мы берем каких-то культовых американских комиков и делимся мыслями, почему именно они культовые, почему именно они знаковые для истории стендап-комедии, и рассказываем, то есть комики о комиках. Вот такой вот формат вбел. За рамки комиков ты не хочешь выходить? Слушай, на самом деле у меня достаточно подкастов не с комиками, очень хочу выходить. Во-первых, для этого нужна некая критическая масса аудитории, чтобы человек типа Билана, например, захотел ко мне пойти в подкаст, понимаешь? То есть условно, было бы у меня там полляма, а не 50 тысяч, как сейчас, я бы Билану, когда снимал этот ролик, сказал, слушай, а ты не хочешь, может, подкаст ко мне зайти. Но с Полтосом я как-то понимал, что шансов на положительный ответ у меня очень мало, потому что он скорее всего скажет, я посоветуюсь с менеджером, с Рудковской, с кем он там сейчас. У вас же общие знакомые есть, это же упрощает все. Да, но это же, какая разница, у меня общие знакомые с любым, ну типа я комиков лично знаю, и все равно некоторые моменты решают с менеджерами, потому что, блин, это работа. Ну то есть у него там запланировано, например, может быть, у них с Рудковской договоренность, что они нигде не появляются два года, потому что через два года у них там мега интервью для Forbes. Ну типа того. Есть же люди, которые себя берегут. Элджей не дал ни одного интервью за всю свою жизнь, потому что никто не увидел, что он тупой. Да, я то же самое про Макса Коржера слышу. Ну вот, я, короче, во-первых, не хотел обидеть Элджей, ничего страшного. Ничего страшного, кроме твоих глаз. А есть те, кого ты зовешь, долго зовешь, а они по той или иной причине тебе отказывают? Слушай, ну нет, вот у меня вот единственное, наверное, с Саньком Долгополовым каким-то образом вот так получилось, что я его хотел еще перед туром, он просто условно гасится. То есть я не понимаю, вообще видит он мои сообщения, нет, я надеюсь, может, при чем-то с никого стендапами, если увидимся, там спрошу. возможно, он номер поменял, возможно, его заебали какие-нибудь люди, которые доебывают его из интернета, и он поменял номер, а нам не сказал, не знаю. И я Панасенкова, Евгения Панасенкова хотел выцепить, но, по-моему, это стоило денег. Мы пришли к нему, там что-то 60 тысяч, что ли, чтобы его позвать. И я такой, ну, пиздец, мне столько не надо натито. А из комиков, пожалуй, а, ну, недолго просил. Один раз спросил Витю Комарова, он тогда строил дом, насколько я помню, или делал свой подкаст, и Витя Комаров слился. И я такой, ну, ничего, нет так нет. А назови троих, кого бы ты хотел позвать к себе из любого жанра, не обязательно комики, и поговорить. Вот любого. Любых людей? Дельфина, наверное, да? Ну, Дельфина хотел бы, но это будет интересно мне больше. Под Дельфину очень хотелось бы, конечно, да, это было бы охуенно. Если бы вот так, если бы можно, вот, если бы еще можно было свободно говорить на тему наркотиков, было бы очень круто. Потому что я боюсь, что это, опять же, то, что ему в интервью или где-то еще какая-нибудь студия уже давно запретила что-то говорить. Плюс сейчас есть статья о пропаганде наркотиков. Поэтому просто боюсь, что честно, искренне, как-то открыто обсудить с ним некоторые моменты про его жизнь, там, в 90-х или еще что-то про его отношения не получится просто из-за того, что есть статья. Вот, и вот, что я боюсь по поводу Дельфина. Слушай, мне очень интересно было бы с Галкиным пообщаться. Мне реально было бы интересно с ним вот из наших, из нашей. Потому что это какой-то другой мир. Он вроде тоже стендап-комик, вроде тоже собирающий, но абсолютно вообще у него все другое. У него другие принципы работы. Ну и плюс он с Задорновым поработал, плюс он видел 90-е, плюс он еще при Ейце не шутил. В общем, интересно. У него, мне кажется, много моментов, которые он бы мог бы нам, молодым комикам, просто рассказать, с Галкиным. Интересно. Ну и третий, третий, да. А Пашу Волю ты бы не хотел к тебе? Ну, можно было бы. Я просто сейчас подумал, что я не видел ни одного его интервью никогда в жизни. Слушай, у меня даже была возможность вроде бы это сделать. Короче, мы как были в Штатах, Паша Воля приезжал к Таиру, и вот они там что-то вместе тусовались. У меня было даже оборудование, когда я снимал с Таиром, но что-то не пошло. Не помню, по какой причине. Вообще, Паша Воля, опять же, при мне приличном, вообще не показался очень добрым, открытым, крутым чуваком, с которым интересно было бы записать подкаст. Но не хотел бы его в тот три вставлять. Я подумал. Я не знаю. Наверное, о, я бы Ричарда Брэнсона хотел бы очень сильно. Если бы третьим, Ричарда Брэнсона я бы очень хотел про Virgin Galactic поговорить. И вообще про путь чувака, который столько всего делал из-за своей жизни до сих пор продолжает делать. Крутой. Вот Ричард Брэнсон мне интересен. Вдохновляющий тип. А есть те, кому ты отказывал и отказываешь? Попросится сам в подкаст? Да? То есть, может, не обязательно, это комики? Я, по-моему, обозначил в самом начале, у меня были моменты, когда мне писали люди в самом начале, как только я сделал. Я несколько раз в подкасте проговорил, что мне это сильно не нравится, что меня это бесит и что я не знаю, как на это реагировать. И мне прям, ну, перестали писать. И сейчас я прям понимаю, что на самом деле это очень, ну, такая, этический момент. То есть, мне вот так, мне пишут, если есть информационный повод. Опять же, если я уже говорил, если есть какой-то информационный повод, пиши мне, обязательно придем, обсудим. Но просто, типа, я молодой комик, у меня есть один эфир шоу истории, давай сделаем подкаст. Я бы хотел, чтобы я сам этого захотел. Но, опять же, этого было прям немного. Один-два раза, может быть. Последний вопрос мой. Когда на твоем канале будет сольник? Слушай, ну, я планирую февраль, январь-февраль, может быть, его записать, сдать. Планирую. Но он еще не готов до конца. Ну, то есть, я бы хотел к этому времени дописать и быть уверенным. Если я не допишу, то я не буду торопиться. Выложу, когда будет готов, когда он мне будет нравиться. А подкасты не тормозят написание? Нет. Я думаю, работа по стендап-клубу тормозит написание. Даже не написание, а скорее просто развитие персональное, как стендап-комика. ответственность за стендап-клуб, какие-то дела, вещи, которые нам с вами приходится решать, они, понимаешь, не то, что они забирают время и мысли твои. то есть, ты, я тебе объясню, я когда в КВН играл, и когда у меня там зашло, я на все забил хер ради этого КВНа. Я был в каком-то, знаешь, в неком потоке. Я просыпался с утра, я ехал в метро, придумывал миниатюру, я приезжал, там что-то разгонял, вечером засыпал. То есть, на самом деле, весь твой день проходит, и ты весь свой, все свои мысли направляешь в сторону, мне нужно хорошее выступление. Как, знаешь, были эти всякие книжки, секреты, еще что-то, не важно. В общем, вселенная сделает так, чего ты хочешь. Так вот, если ты постоянно думаешь о том, чтобы у меня было смешное выступление, как его усмешнить, хочешь, не хочешь, тебе, ты будешь записывать что-то еще, ты будешь тратить свое, ну, время, вот эту вот жизненную энергию на это. И, как следствие, ты будешь лучше получать результат. В моем же случае я просыпаюсь, и у меня там, типа, нужно подписать договор, имейл не отправленный, еще какая-то херня, а этот соскативает, этот заболел. И ты, я просыпаюсь, а, еще залезаю в YouTube и какой-нибудь комментарий, ой, пиздец, гость такой классный, но Бухаров тупой, пиздец. И я такой, вот и начался день. Доброе утро. И пока ты все это решаешь, условно, там, к часу, к двум часам дня, ты уже такой, я ничего не хочу. Мне сложно направить сейчас свои мысли в какой-то творческий поток. Мне хочется просто отдохнуть. потому что все-таки вот какие-то такие организационные моменты, это работа с людьми, а работа с людьми, она эмоционально выматывает. Мне пожелать тебе остается только отдыхать, поменьше плохих комментариев, да, и дай общего зрителей. Спасибо. Спасибо тебе, было интересно пообщаться. Спасибо вам, ребят. Удачи и развития вам. Спасибо. А нам тебя подписать Вова или Владимир Бухаров? Ой, а как захотите. Я смотрю везде по-разному, может, есть как-то, как тебе нравится. Не, у меня нет никакого шквона. Как в порнофильмах, знаешь, Володя Котлеров. Да, вот только не Володя. Хорошо. Только моя бабушка навезет это видео. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин